Психофизиологическая лаборатория У университетских психологов в начале 90-х годов возникло рефлексивное желание обратиться к истокам складывающейся в Казанском университете психологической школы и начать научную точку отсчета в своем развитии. С тех пор мы постоянно обращаемся к тем, кто составил славную эпоху развития психологии в Казанском университете. Это упомянуты уже Александр Романович Лурия, Вульф Соломонович Мерлин, Евгений Александрович Климов, Нисон Мейерыч Пейсахов, Лев Михайлович Аболин. И мне бы хотелось к этим именам добавить еще два имени. Это Галина Михайловна Андреева и Владимир Дмитриевич Шадриков, которые помогали нам укрепиться в рамках создания диссертационного совета по психологии. Спасибо. Мы сегодняшние психологи благодарны организаторам науки Казанского императорского университета, которые пригласили в свое время Бехтерева для работы на кафедру душевной болезни. И благодарны самому Бехтереву, который принял это приглашение и провел здесь замечательные 8 лет интенсивной исследовательской деятельности. Сегодня мы задаем себе вопрос, насколько актуальна Бехтеревская проблематика, методы исследования, внедрение этих результатов в практику. И отвечаем сами себе, да. Психология современная благодарна академику Бехтереву за то, что он впервые в отечественной истории объединил деятелей различных наук для комплексного изучения мозга и личности в интересах воспитания, организации труда и лечения, как говорили участники юбилейного вечера в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Бехтерева. Принципы комплексного подхода к постижению личности человека и принципу постоянного единения теории и практики он уделял особое внимание. На наш взгляд, комплексирующее, преобразующее начало все больше становится знамением современной гуманитарной науки. На основании предварительного обращения к тематике, содержанию докладов нашей конференции, посвященной человечности, как предмету обсуждения, мы считаем, что у нас будет представлена замечательная теория, экспериментальная психология и консультативно-тренинговая психология. От имени психологов Казанского университета, от имени членов Организационного комитета разрешите высказать слова благодарности всем вам, которым дорого имя нашего дорогого Владимира Михайловича Бехтерева, а также мы благодарны заурбежным коллегам из США, Израиля, Нигерии, Казахстана, Украины. Мы также благодарны российским ученым из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Воронежа, Екатеринбурга, Костромы, Курска, Ростова-на-Дону, Самара, Ульяновска, Ярославля, ну и, конечно, Елабуки, набережных Челнов и Казани. Всем тем, которые представляют 27 университетских и научно-исследовательских учреждений. И спасибо вам за то, что вы здесь. Спасибо. Ну, дальше я хотел бы перейти уже к основной части своего доклада. Все мы живем в определенное время, и наше научное размышление – это желание ответить на те вопросы, которые ставит нам время. Каждый из нас, аккумулируя вызовы эпохи, как теперь говорят, стремится дать свой ответ на них. Бехтерев – не исключение. Сегодня мы анализируем творчество основателя казанской научной психологии под углом потребностей, установок и вызовов эпохи нашего времени. Хотелось бы выделить на первый взгляд два главных периода, которые мы видим в нем как ученым. Это Казанский период и Петербургский период. Казанский период мы отмечаем так. Это период постижения физиолого-психологической организации мозга и ее интерпретации с точки зрения уровневой организации сознания. Человечность же – это предмет нашей конференции, есть проявление нравственного компонента, интимного ядра личности, который является пятым уровнем организации у Бехтерева и составляет правовые, нравственные и религиозные представления человека. Петербургский период представлен уже источниками, которые были вдалеке от Казани. Тем не менее, мы считаем, что, будучи основателем казанской психологии, мы имеем право сказать. В последующем Бехтерев уделил большое внимание в рамках своей психологической парадигмы человеку как объекту изучения в объективной психологии, изучая при этом действия вовне, как рефлексивный ответ мозга. Бехтерев казанского периода, конечно, это молодой ученый, который однозначно и на всю жизнь определил предмет своего изучения. Это мозг и проявление его активности вовне. Он руководствовался тем, что строение и жизнедеятельность этого органа поможет понять истоки душевной болезни, прежде всего, и вылечить ее. То есть руководствовался чисто практическими интересами. Время Бехтерева – это сложившиеся на протяжении столетий философско-психологические подходы, которые акцентировали внимание не столько на мозге, сколько на сознании, как важнейшей функции этого мозга. Видимо, принимая во внимание обе позиции Бехтерев казанского периода, являясь профессором кафедры душевных болезней, в центр своих размышлений ставить развитие и разрушение человеческого сознания. Однако шестиуровневая организация сознания включает и объективно материалистическую функцию, и, я не решаюсь сказать идеалистическую, потому что это, видимо, неоднозначно, скорее всего, субъектно-субъективную функцию. Эволюция сознания в трактовке Бехтерева включает первоначально способность выделить себя из окружающего мира, затем способность сориентироваться во времени и пространстве, и, наконец, часть сознания сформировать интимное ядро личности и самосознания. Как говорил он в своей речи в сознании его границы в 1888 году, как уже сказал Риас Гатаулыч, именно в этом зале Казанского императорского университета. Подлинно новым, на наш взгляд, функционированием сознания является выдвинутое положение не только о развитии сознания, но и о его разрушении, которое всегда начинается с высшего уровня и заканчивается более низким уровнем. Как мы отмечали, идея разрушения в виде инстинкта смерти пришла в психоанализ. Гораздо позже Фрейд заговорил об этом в преддверии Первой мировой войны. Бехтерев же идею разрушения представил уже в 1888 году. Наконец, я хотел бы сказать, что казанский период творчества Бехтерев закончился, когда он уже уезжал отсюда, созданием журнала «Неврологический вестник», который, я надеюсь, участники получили в своих документах. И очередной выпуск этого журнала будет, я думаю, что в ближайшее время, и главный редактор журнала «Менделевич» приглашает всех к принятию участия в работе и публикации статей в этом журнале. Журнал «Ваковский» к сведению. Переходя к современному пониманию наследия Бехтерева, следует сказать, что в современной психологии понимание человечности может быть представлено двумя направлениями. Я говорю, может быть, да, может быть, это дискуссионно. А именно психология субъектности в лице, положим, классиков этого направления, Рубинштейна, Брушлинска, Бульханова и их последователи, и нравственно-этической психологии. Здесь бы мне хотелось выделить Братуса, Журавлёва, Волуйкова, Шадрикова, Юревича и других. Психология субъектности на первый план ставит идею инициативных действий человека. А в рамках парадигмы «Человек и мир» Рубинштейна – это субъективное познание мира и его последующее преобразование. На наш взгляд, познание мира как проявление субъектности всегда вызывает положительное отношение в обществе и является прерогативой фундаментальных наук. Субъектная активность человека, доведенная до созидания его высших творений, простирается в вечность. Считаем возможным сегодня сказать, что человечность может быть представлена двумя элементами – чело и вечность. Где мозг человека, чело его, лоб – это то, что производит, что уходит в вечность. И человечность в этом случае и есть то, что позволяет человеку с продуктами своего творения уйти в вечность без смерти. Сам Бехтерев об этом так говорил. Духовная личность человека никогда не исчезает бесследно. Таким образом, каждая человеческая личность не прекращает свое существование вместе с прекращением индивидуальной жизни, а продолжает его в полной мере во всех тех существах, которые с ней хотя бы косвенно соприкасались во время ее жизни. Следует сказать, что в данном понимании Бехтерева проявилось философское понимание бессмертия человеческой личности, близкое к воззрениям Платона о бессмертии души, близкое к воззрениям Аристотеля о бессмертии интеллектуального разума, и, наконец, вернадского о бессмертии продуктов творческой деятельности, составляющих ноосферу. Итак, это явление субъектности в современной психологии. Второе направление психологии человечности представлено нравственно-этической психологией, где духовность является центральным понятием. Духовность, по мнению Владимира Петровича Зинченко, это духовно-практическая деятельность по самосозиданию, самоопределению, духовному росту человека, это поиск, практическая деятельность, это опыт, посредством которых субъект осуществляет в самом себе преобразование, необходимое для достижения истины. Необходимость соединения психологии и этики рассматривалась в работах Рубинштейна, Шадрикова, Братуся и других. Если распространенным среди этиков является положение о том, что этика – это практическая философия, то тогда уместно сказать, нравственно-этическая психология – это практическая этика. В нравственно-этической психологии практически осуществляется переход от традиционного понимания этики науки о том, как вести себя в обществе, к экспериментально-оценочному заключению, как действительно ведут себя люди, общаясь друг с другом, насколько они человечны в своем общении. Человечность, говоря языком психологии, одно из немногих понятий в психологии личности, в которой историй включает в себя два полюса ее проявления – добро, добродетель и негатива, зло, порочность. Об этом же в своей книге «Происхождение человечности» говорит и Владимир Дмитриевич Шадриков. Для практической оценки человечности и личности на нашей кафедре был создан тест «Добро и зло человека», где количественно определяется индекс человечности. И, наконец, был выполнен ряд диссертационных исследований, где этот тест благополучно использовался и приносил определенные достижения в нравственно-этическую проблематику. Итак, если предметом этики является то, какими в нравственном отношении должны быть люди, то предметом нравственно-этической психологии, на наш взгляд, является оцениваемое поведение субъекта в условиях преобразующей деятельности, включая оценку последствий, как говорят теперь, рисков этой деятельности, не только по отношению к человеку, но и по отношению ко всей живой природе. И здесь формирующаяся в России экологическая психология, представлена здесь, скажем так, ее самым видным представителем в России, Пановым Виктором Ивановичем, смыкается с нравственно-этической психологией. Человечность Бехтерева – это, своего рода, субъектная составляющая в его объективной психологии. Это тот феномен, который отражает противоречия Бехтерева теоретика и Бехтерева практика. Это тот феномен научно-психологических парадигм и мировоззрения Бехтерева, который он принимал в жизни, но исключал ради чистоты эксперимента из исследовательской деятельности. Бехтерев, как ученый фундаментально прикладного типа, считал, что человек, его поведение, должны предстать для ученых прежде всего как объект исследования. Очевидно, что любой объект материального мира во всей полноте может быть познан лишь многими науками. Отсюда и возник комплексный подход Бехтерева в изучении поведения как рефлекторной деятельности мозга. Научное признание Бехтериум теоретиком субъектной составляющей поведения человека контрастирует с позицией Бехтерева практика при обозначении главного направления, создаваемого им психоневрологического института по комплексному изучению человека. Здесь я приведу ту позицию, которую я взял из работ Натальи Анатольевны Логиновой, известного специалиста в области бехтереведения, которая стала девизом психоневрологического института, открываемого Бехтерем. Прошу эту признать позицию. Познать человека и полюбить его. Познать человека в его высших проявлениях ума, чувства и воли, в его идеалах истины, добра и красоты. Необходимо не просто познать человека, но и полюбить в нем все человеческое и уважать в нем права человеческой личности, поддерживать самодеятельность личности, устраняя развитие пассивности человека. Итак, это слова Бехтерева, которые, видите, контрастируют всего только чисто теоретической позиции. В основу познания человека по Бехтереву должна быть, конечно, положена объективная психология. При всей критике Бехтерева в стремлении к объективному, беспристрастному постижению человека следует признать, что современная общая психология также стремится получить результаты по психическим процессам, свойствам, состояниям человека, с максимальным отчуждением результатов по отношению к реальным носителям этих проявлений. Правда, при стремлении общих психологов абстрагировать результаты исследований от реальных носителей, мы часто получаем результаты, как писал Ницше, для всех и ни для кого в отдельности. Видимо, достоверность сведений в общей психологии, особенно при использовании опросников личностного плана, будет достаточно презентативной, высокой, только на очень больших выборках, что сближает общую психологию с другими естественными науками. Именно на это обратила внимание последним нашим ученым в Совете коллега наша Валеева Роза Алексеевна, которая говорила, чем отличаются публикации, допустим, в зарубежных журналах от наших публикаций, и каковы требования к ним? Большая выборка. Внутриличностная противоречия у Бехтерева возникла как несоответствие термина «психика» и объективность результатов. Психика по Бехтереву отображает субъективное переживание человека и должна стать предметом субъективной психологии. Поэтому в последующем он отказался от использования термина «психика» и преобразовал в название «объективная психология» в «рефлексологию», то есть в науку о поведении человека, построенную на фиксации и анализе его действий в виде рефлексов, без переживаний. Однако исчезли ли вопросы, вставшие перед Бехтеревым психологом сегодня, когда психология прошла новый период своего развития, превратилась в разветвленную сеть отдельных отраслей психологической науки? На наш взгляд, современная психология по-прежнему тяготеет к учёту этих двух тенденций, то есть к объективности познания человека или к субъективности в оценке его как личности, его деяний, поведения. Диалектически эти тенденции в разных пропорциях присутствуют в любом исследовании психолога, правда, с преобладанием одной из них. Первая преобладает в работах по общей психологии, вторая – в работах прикладных отраслей психологии. Да, мы считаем, что психология объективна, она является наукой. В той мере, правда, в какой она абстрагируется от реального человека как субъекта, делая нечто, выделенное в его внутреннем мире, в действиях, вовне, предметом исследования. При этом предполагается, что другой человек, как объект познания, совершенно статичен, бесстрастен, а также бесстрастен и психолог, изучающий его. Можно считать, что при этом совершается объективно-объектное познание абстрактных выделенных характеристик человека. Второй вариант. Да, психология субъективна, то есть является скорее искусством оценки толкования, прогнозирования действия человека, степень адекватности которых интуитивно оценивается психологом на основе комплексной оценки его внутреннего мира, а также тех факторов, которые предлагал Бехтерев. Конечно, оценивать надо человека и по возрасту, и по полу, по социальным связям, отношениям, с учетом его прошлого опыта, личностных особенностей. Современное прочтение вопроса о субъективной и объективной психологии заключается по-прежнему в выборе психолога или быть исследователем, созерцателем, где человек лишь объект постижения, или быть исследователем-преобразователем, где изучаемый им человек прежде всего субъект взаимодействия психолога и испытуемого. На наш взгляд, эти две наиболее выраженных альтернативных стратегии в деятельности психолога представляются стратегиями абстрактно-аналитической или теоретической и стратегией целостного подхода. Очень краткая характеристика теоретической стратегии заключается в том, что здесь психолог действует, как любой исследователь в естественных науках, цель его работы – показать психологический механизм формирования характеристики, способности, процесса, состояния, установить их место в системно-структурной модели психологической организации человека, установить характер корреляционных связей с другими элементами. В нашем исследовании теоретическая или абстрактно-аналитическая стратегия была применена для создания представлений о психологическом механизме творчества в рамках развиваемой школы Пономарева, когда целью исследователя было определение всего диапазона этого развития. Краткая характеристика стратегии целостного подхода заключена в словах Бехтерева. «Надо помочь человеку». На наш взгляд, она может быть названа действительно стратегией целостного подхода, где человек должен изучаться комплексно, не только средствами психологии. Здесь объектом должен быть реальный человек или группа людей. Выборка должна быть однородной, допустим, по полу, по возрасту, профессиональному статусу и другое. В рамках практической стратегии на основе многомерной психодиагностики и привлечения разнообразных сведений о конкретном человеке дается психодиагностическое заключение о нем, производится его преобразование, развитие, саморазвитие и так далее. Своеобразный парадокс в современном понимании психологии как науки возникает в организационном плане перед экспертами диссертационных работ, когда необходимо оценить, например, теоретическую ценность и практическую значимость работы. Оценка теоретической ценности — это, как правило, оценка вклада в психологическую науку, в какую-либо концепцию, в разработке деталей психологического механизма. Тогда именно уместно выделить объект как абстрактно выделенную сторону внутреннего мира человека или его деятельности. Основная цель теоретика — познать указанные феномены. И мне кажется, здесь нет такой большой необходимости детализировать рубрику «Практическая значимость работы», в чем затрудняются все аспиранты и их научные руководители. Оценка же практической значимости — это речь о том, может ли автор внедрить полученные результаты по преобразованию, развитию, коррекции внутреннего мира и деятельности. Совершенно очевидно, что нет усредненного человека, есть люди, отличающиеся параметрами внутреннего мира, полом, возрастом и так далее. Это те факторы, которые должны быть учтены в акте преобразования человека, но которые не являются компетенцией только психолога. Отсюда, если психолог и берется за такое преобразование, то часто это делают не всегда на профессиональной основе, а интуитивно, учитывая значимость указанных факторов. Итак, перехожу к выводам. В заключении хотелось бы сказать, что значимость Бехтерева как крупного теоретики и эффективного практика на примере такой субъектной характеристики, как человечность, состоит прежде всего в постановке проблемы. Разделять ли психологию на субъективную и объективную? И каково основание этого разделения на примере человечности как субъектной составляющей объективной психологии? Мы наблюдаем парадокс Бехтерева в фактическом признании человечности как значимой личностной характеристике человека и в научном отрицании ее исследования в объективной психологии. Скорее всего, человечность – это сфера субъективной психологии в терминах Бехтерева. Дискуссия же о субъективной и объективной психологии может быть разрешена, если ввести понятие о двух видах исследовательской прикладной деятельности психолога. Или познавательной, то есть академической, фундаментальной, или познавательно преобразующей, прикладной. На этом я хотел бы закончить свое выступление. Спасибо за внимание.